Всем привет! Продолжаем смотреть картины известных художников. Сегодня я хотел бы вам показать картины James Abbott McNeill Easter, американский художник, мастер живописного портрета, а также афорта и ритографии. Очень много информации в Википедии об этом художнике, и я постараюсь не мог так по-выборочному сделать. Вот почетный член Королевской академии изящных искусств в Духине, один из известных каналистов, предшественников импрессионизма и символизма, приверженец концепции искусства ради искусства, офицер Ордена Почетного и Геолога. Я беру данные из Википедии, из других каких-то изданий, еще расскажу, что очень много информации на уху. Учился в Российской империи и США, но большую часть активной жизни провел в Англии. Наиболее известен портретом своих современников, испытал влияние реалистов в лице своего друга Густава Курбея и Рерафаэлитов, а также японского искусства. Был близок к эгрессионизму, показал влияние на два поколения художников в Европе и в Соединенных Штатах. Был дружен с Данте Россетти, Эдуардом Мане, Клотом Мане, Обри Бёртслин, Пайтом и Стефаном Маларме, Иоскаром Уайном. Отец Джордж Вашингтон Уистер, мать Анна Матильда Уистер. Отец был железнодорожным инженером. Однажды в ходе судебного расследования против философа Резкина Уистер заявил, что местом его рождения является Санкт-Петербург в России. Я должен был родиться когда и где хочу, и я бы не выбрал Лоуэлт, это место, где он родился. Оператор Николай I, узнав об изобретательности Джора Уистера, отца художника, проектирование железной дороги Бостона и Олбани, предложил ему должность инженера Николаевской железной дороги, и они переехали в Тербург земной 1842 года. В детстве Джеймс Уистер был капризным ребенком, родители обнаружили, что рисование увлекало его, помогало сфокусировать внимание и давали ребенку заниматься рисованием. После приезда в Россию молодой Уистер брал частные уроки живописи, в том числе у художника Александра Корицкого, а затем в возрасте 11 лет поступил в императорскую академию художеств. В 1844 году работы Джеймса увидел известный художник Уильям Алан, который приехал в России, получив заказ нарисовать историю жизни Петра Великого. Мать Уистера отметила в своем дневнике. Великий художник сказал, у вашего мальчика необыкновенный гений, но не заставляете его выходить за рамки его склонности. Некоторое время семья провела в Лондоне с родственниками, пока отец работал в России. Но в то же время уже молодой Уистер планировал карьеру художника, начал собирать книги по искусству, изучал методы других художников, он укрепился своего желания 15 лет стать художником и в письме сообщил об этом отцу. Надеюсь, дорогой отец, ты не будешь возражать против моего выбора. Надеждой, что сын станет священнослужителем, мать отправила его в церковную школу. Уистер стал известен среди одноклассников за рисование карикатура. Вскоре стало ясно, что религиозная карьера не устраивает Уистера. Поэтому он подал документы на Академию Соединенных Штатов и Вистпойнте. Но в Вистпойнте тоже не прижился, а, кстати, получил кричку «Кудрявый» за длину своих волос, которая превышала норму. В течение трех лет пребывания в Академии, его успевавность была едва ли удовлетворительной. На тренировках на него было больно смотреть, как пишут с овременей. Причиной отчисления из Академии стал провал на экзамене по химии. Но главное, с чего научился он, Вистпойнте и рисование фотографию американского художника Роберта Вейлера. После Вистпойнта, Вистп получил работу картографа побережья в службе береговой съемки США. Но там тоже продержался всего лишь два месяца, хотя освоил технику травления и гравировки, которая впоследствии ему пригодилась. Несколько времени, несколько месяцев он жил в Балтиморе, в доме богатого друга Тому Уайнеса, который снабдил его студией и дал немного денег. Молодой художник установил несколько полезных контактов художественных сообществ, а также продал несколько ранних картин своему другу. На деньги Уайнеса он собирается продолжать свое художественное обучение в Париже. Приезжает в Париж и больше не возвращается в США. Прибыл в Париж, рядовал студию, стал жить богемным художником. Скоро у него появилась французская подруга Портниха по имени Элоиза. В течение некоторого времени он изучал традиционные методы живописи в студии Шарли Глеера. Часто копирует картины в Лувре знаменитых художников и наслаждается жизнью. Свободно тратил деньги, старался продавать картины. Ну и в общем был в долгах, а занялся продажей копий, сделанных Лувре. Переехал в более дешевый квартал. Как пишет Экипедия, зима 1857 года стала для него непростой. Плохое здоровье, усугубленное чрезмерным курением и употребление алкоголя, подкосили его. Через некоторое время он путешествует по Франции вместе с художником Эрнестом Делано. С помощью французского мастера-печатника Гюста Делатра создают серию афортов, известных как французский набор. Самым значительным событием этого года 1858 года стала его дружба с Анри Пантен-Латуром, с которым он познакомился в Лувре. Через него Уистер вошел в круг знакомых Гюсталу Курбея, познакомился с поэтом Шарлем Бодлером, Теофилем Готье, вдохновил Уистера рассматривать изобразительное искусство с музыкальной точки зрения. После года, проведенного в Лондоне в 1860 году, он создает набор афортов под названием Темза, в качестве контраста к своему французскому набору, которого я говорил в 1858 году. А также он пишет ряд импрессионистических работ, включая Темзу Вальда. Интересный факт. Один из сводных братьев Джорс Уильямс от первого брака отца стал российским инженером-путейцем. Жил и работал в России до своей смерти. В 1888 году Уистер женился на Беатрис Годвин. Она была вдовой архитектора Эдвара Годвина, который спроектировал Белый Дог. Пять лет их брака были очень счастливы. Но после обнаружения у Беатрис рака, настали тяжелые времена. Ближе к концу своей жизни Беатрис большую часть времени лежала в полузабытии, принимая морфин для облечения боли. Ее смерть в 1886 году стала сильным ударом для Уистера, так и не смог ее перенести. У Уистера было несколько внебрачных детей, из которых единственно документально подтвержденным является Чарльз Хэнсон. Здесь идет перечисление детей, и я не буду это зачитывать в Википедии. Уистер черпал вдохновение из многих различных источников, включая Лембрандт, для ласкоса японское искусство и древнегреческую скульптуру. Развил свой собственный, очень влиятельный и индивидуальный стиль. Был знатоком многих художественных техник, создав более 500 картин, а также афортов, пастелей, акварелей, рисунков и литографии. Был лидером эстетизма, продвигал, писал и читал лекции по философии, искусству, ради искусства. Картину Уистера участвовали во многих крупных музейных выставках, исследованиях и публикациях. Он настаивал на том, что обязанность художника истолковать увиденное не быть рабом реальность и выводить из хаоса восхитительную гармонию. Его знаменитыми протежей были Вальтер Сикер, писатель Оскот Уайт. Его тонализм картин оказал глубокое влияние на многие американских художников, включая Джорджа Саржанта, Уильяма Чейза и Улиса Адамсона, с которыми он подружился в Венеции. В 1884 году избран почетным членом Королевской Академии Изящных в Мюнхене, а в 1892 награжден орденом почетного региона. Уистлер умер в Лондоне 17 июля 1903 года, через 6 дней после своего 69-го дня рождения. Некоторые интересные данные. В 1940 году Уистлер был изображен на почтовой марке США в рамках серии из 35 марок, посвященных знаменитым американским авторам. Серия знаменитых американцев. В 2010 году была продана его картина Афорт Ноктюр за 282 тысячи долларов. Ну вот, наверное, все, что вкратце можно сказать о известном американском художнике, мастере живописного портрета Афорта Литографии, Джеймсе, Эбботи, Макнейл, Уистлерии. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим картину. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok